И позади Суворовская роща, которая была посажена солдатами дивизии Суворова. Ну и прежде здесь отец его был, Василий Иванович, он был врачительным хозяином, как говорил о нем сам полководец, у него каждая копейка, гвоздем к стене, прибито, а сам же Василий Иванович по своим отчинам ни кобылы, ни козы, ни ногма коровы не нажил. И здесь он вступает в права наследства, получает это имение и обустраивает его. Недалеко в 30 верстах был Владимир, и здесь он уже был больше помещиком, тогда было чуть за 50, но все его победы знаменитые были впереди. Ну а с 1889 года здесь, в этом местечке, была основана Лапинская мануфактура, сначала мануфактура Бажановых, Родиона Бажановых, текстильная, и место это становится большим текстильным центром, вырабатывается здесь сатин, меткаль, и вот сюда, на фабрику Бажановых, приезжает Михаил Игнатьевич Лакин, который призывает к свержению существующего строя. Это не понравилось местным рабочим, они пришли к дому, который он арендовал, и ученик с ним расправу. Вот сейчас мы в моих церковь проезжаем, что он проходит, все свои явства москальные, святые жители, под корзиночками, которые, как будто, покрыты белыми простыночками, и там у них хорошие маски, пыльочки накрашенные. Ну, мы сейчас с вами поднимаемся на еще одно сгорье, Умдала, Лакинска, деревянные дома, слева и справа. Здесь стоял кирпич, памятный знак о том, что здесь запорвалась жизнь Михаила Игнатьевича Лакина, но сейчас здесь шли в дороге, видимо, этот камень убрали. И впереди уже видна Добожановская мануфактура 1889 года, которая, по сути дела, была подобразующим предприятием для этих сел. И во время войны здесь производили сатинами ткани, водные ткани, надобно зашили одежду для бойцов, и все советское время она работала, ну, а в 90-е годы Кирпича Жила Горгурец и закрыта. Мост через речку Курта, В третьей стороне в скверике небольшой бюст Михаилу Гнатьевичу Лакину. Мануфактуры. Здесь было деревянных бараков двухэтажных. Они были построены для рабочих этой мануфактуры. Но сейчас их сносят. Типичное строение. Строят новые дома для жителей. Мы находимся сейчас по 30 километрах от Владимира. Похожем. Снова 30 километров. Пожалуй, куда немножечко летят. В Багаданском доме. Попробуйте. 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 Полчаса у вас есть одна одна. Думаю, два. продолжим. Попробуйте. Пробуйте. Попробуйте. Ну и, чем еще известен, Латьинск, это молочный комбинат. Латьинское молоко, молочные продукты. Есть здесь предприятие «Анаку» вермишель быстрого приготовления. Оставится местный пивоваренный завод. Вот с левой стороны мы проезжаем корпуса пивоваренного завода. Там вдали их проходная. Он основан чешскими пивоварами. И первый директор был чех. Чешские напитки известны по всему миру. И в 1996 году на международной выставке в Сочи лакинское пиво было удостоено серебряной медали. И впервые был создан квас по заказу Московской Патриархии со сроком хранения 30 суток. Квас имеет прекрасные вкусовые качества и готовится из натурального ржаного сырья без добавления консервантов. Вот реклама кваса. Сейчас мы с этой стороны увидим, если такой вот логотип вам встретится, это очень вкусный квас. Он в три раза дешевле аналогов, там Никола и Очаков, но вкуснее в два раза, с натуральными ингредиентами ржаными, вкусными. На основе минеральной воды «Гумдальская» об этом названии напоминает. И железнодорожная станция. Есть жилые постройки тоже на окраине села, тоже с таким названием. И это, собственно, часть имения. Суворова с 1784 года. Он сюда был назначен и расположил штаб своей дивизии. И хотя ему было за 50, он тем не менее был крепок, неутомим, прогорин, ловко ездил верхом, легко приносил труд, бессонницу, жажду, голод, боль, и военная карьера его только начиналась. И были победы на реке Рыбник, крепости Факшан, Измайл, Альпы, Абакасу, и до лет боевых действий наслаждался сельской тишиной. Поселился он в простой избе, стал в лавке. Это была вся мебель. А хапка соломы на полу это солдатская постель генерала. День его начинался засинно, он искакивал, окатывался ледяной водой и завершал утренние упражнения, повторяя иностранные слова, немецкие, французские, турецкие. А потом шел в церковь, стоял за утреннюю, обеднюю, приходил к обеду, а после обеда занимался написанием приказов управляющим и старостом. Кроме села Ондал, в имение входили деревни Гнусова, Петрушина, Хренова и Лапина. И к тому же он владел новгородскими имениями. И в 1785 году он пишет управляющему новгородской водчиной. Многие дворовые ребята у меня так подросли, что их пора женить. Девок здесь нет и купите гораздо дороже, нежели в вашей стране, чего ради прошу вас купить для нечетыре девицы. От 14 до 18 лет и как случится из крестьянок или из дворовых, на это употребите обычные мои деньги до 200 рублей. Лица не разбирая, лишь бы были здоровы. Сих девиц не волите отправить в лундах, христианских подводах, одних за другими, как польза Ткур, но очень сохранно. Остаюсь с почтением Александра Суворов. Суворов, как правило, отправил сторонников на стороне, популяжа не сдавал, но и по сторонам ему не надлежит прожить. Всех сессоед, поболя, женить и завести ему миром хозяйства. Он устраивал коллективные свадьбы девушек своего имения и солдат своей дивизии. Строил девушек шеренгой напротив юноши и строим парышки из церкви учатся. В Путале Суворов завел такой порядок. Когда в семье рождался мальчик, Азерс получал подарок в шапку, а мать в ушалок, то, что родила подарок в солдатах. Ну и хотя люкил он праздновать, повеселиться, но в семье пишет письмо Потемкину, что после ростов с инвестарцией роскошить не может. Вторая война с турками стояла на пороге и он был определен в Санкт-Петербургской дивизии, он отправился на фронт, участвовавший в девятых сражениях и не прекращивался. И ни одного любви-солдата он вскоре попал в опалу, подвергся и скончался. Был похоронен в Александре в Санкт-Петербурге, а куда были песни в Санкт-Петербурге, в 17-м 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 поскольку сейчас будет проезжать всего Ворша, а вот недалеко на трясочках буквально в 30-ти километрах находится Петтинина, для имени его жила дочка Наталья Александровна, замуж Зубкова, для имени ее мужа Петтинина. Очень любила она Петтинина, бывала, где садились жила своего мужа на 40-х лет Николая Зубова. Даже не вышел из Сухого, не зимовала здесь, и вот туда перевезли сухой, где сухой, но он сгорел. Награды свои в церковь передо мной они тоже сохранились. Мало осталось материальной памяти. Сейчас с левой стороны мы видим церковь, такая очень типичная церковь для Лазьморской земли. Церковь Сенавурша. Здесь на КОНЕЦ